Добрый день, дамы и господа. Сегодня мы продолжим наше с вами изучение решения по управлению категориями и магазинами. И сегодня мы рассмотрим вкладку магазины одноименную, да и собственно говоря те сценарии анализа, которые на ней нам с вами доступны. Первоначально, как и в прошлый раз, мы с вами сначала рассмотрим те объекты управления, которые у нас есть на данной вкладке. Еще раз это окно отбора, где мы видим какие фильтры в системе уже наложены. У нас есть окно выбора измерений для первой таблицы, где мы можем переключаться в склады, формат складов операционных, директора, компании в целом. То есть смотрите разрезы именно связаны с местами хранения. Затем у нас есть окно переключения показателя, которое переключает динамику показателя по текущим фильтрам, ну и структуру продаж либо наценки, либо остатков. Но это мы увидим чуть позже. И также у нас есть еще одно окно. Это окно измерений для правой таблицы, где мы соответственно можем выбрать все измерения, связанные так или иначе с товарами. То есть это и производители, категорийные менеджеры, сами категории, классификатор товаров. Ну и безусловно для переключения динамики у нас есть еще окно, позволяющий переключать масштаб показателя по месячному, понедельному, либо по датам. Итак, первый вид сценария анализа, который мы с вами сейчас посмотрим, мы постараемся понять, как меняются наши с вами продажи, есть ли вообще разнонаправленные продажи по магазинам в рамках как компании в целом, так и собственно говоря по конкретным категориям, либо конкретным товарам вообще. Для этого мы с вами сделаем следующее. У меня выбран классификатор товаров и сегодня мы познакомимся с этим измерением чуть-чуть поподробнее. Это иерархическое измерение, то есть нажатие на нем позволяет нам всегда проваливаться на один уровень ниже. Соответственно, сейчас мы им будем пользоваться, но прежде чем мы начнем, разберем, собственно говоря, что же у нас отображается, какие данные у нас отображаются в этих двух таблицах. Итак, левая таблица, как я и говорил, уже у нас идет складская аналитика в разрезе складов либо форматов магазина. Да, мы видим показатель продаж, показатель наценки, процент наценки по каждому из магазинов. Да, сейчас это в целом за октябрь месяц, за 14-й год. Мы видим процент аутостука в каждом магазине, оборачиваемость в днях, остатки средние в 1000 рублей, соответственно, средний дневной оборачиваемость у нас дальше. Помимо этого у нас выведены индикаторы. Сейчас расскажу, что они обозначают. У нас на самом деле четыре вида индикаторов, они два вида и два цвета. У нас есть стрелка одинарная, стрелка вверх и двойная стрелка вверх, которые обозначают следующее. Если показатель изменился в пределах пяти процентов в одну из сторон, то есть в плюс или в минус, мы ничего не показываем, считаем, что в принципе в пределах нормы изменения наше с вами вмешательство и наше с вами внимание на этом показатель, по этому складам обращать не нужно. Если у нас появляется стрелка, одинарная стрелка вверх, зеленая, она показывает о том, что показатель вырос по сравнению с предыдущим месяцем, с аналогичным периодом предыдущего месяца от пяти до десяти процентов. Причем, если мы сейчас с вами бы находились, скажем так, в двадцатом числе октября, то у нас сравнивалось бы 20 дней октября с 20 днями сентября. Двойная стрелка показывает, что у нас серьезный рост, мы растем больше, чем на десять процентов, соответственно, данный рост нас должен где-то радовать, а вот если мы берем оборачиваемость, мы видим, что такая же стрелка вверх, но красная, показывает, что у нас оборачиваемость ухудшилась больше, чем на десять процентов. Соответственно, у нас есть и обратные показатели, красные показывают ухудшение, в таких же пределах зеленые ухудшение показателей. Итак, если мы сейчас смотрим в целом по компании, то мы еще раз с вами проведем следующий сценарий. Мы отсортируем все наши магазины по возрастанию продаж сначала. Вот они у нас есть. И видим, что самые маленькие магазины падают достаточно сильно, есть и растут точно так же. Отсортируем обратно по обыванию продаж. Мы видим, что лучшие магазины у нас в октябре по отношению к ноябрю активно растут. И, соответственно, точно так же, если смотреть в целом по ассортименту, отсортируем по продажам товарно-классификаторы, мы получим картинку, что у нас, собственно говоря, самая лучшая группа мясная гастрономия без изменений фактически, да, кондитерские изделия растут более чем на 10%, что, наверное, закономерно. Вот. И, соответственно, сейчас мы с вами проведем следующий анализ. Давайте выберем алкогольные напитки. У нас картинка очень интересная. Мы видим, что по продаже мы растем от 5 до 10%. При этом мы очень сильно падаем более 10% в наценке в тысячах рублей. Мы падаем в проценте оценки, да, у нас улучшаются вот уфсток, ну, а оборачиваемся. Остатки остаются фактически без изменений к предыдущему месяцу. Мы выбираем алкогольные напитки. При этом система у нас раскрывает, опускается классификатор на один уровень ниже. Мы видим подуровни, которые у нас раскрылись, да, и видим, как по алкоголке ведет себя в целом, собственно говоря, компания по всем магазинам. Вот мы видим, что магазин, входящий в топ-7 по компании, да, падает больше, чем на 10%, причем еще и имеет убытки по наценке в целом, да, то есть мы сразу же видим того аутсайдера, на котором нужно, собственно говоря, обратить внимание, с кем нужно поработать. И также вот видим, что в шестом магазине, да, в топ-6, который входит, у нас, собственно говоря, идет ухудшение аутовстока товара в магазине в течение октября месяца достаточно долгого не было, и опять же, это требует наше самим вмешательство. Но, безусловно, этот подкатер можно мониторить в течение всего месяца. Ну и по средним остаткам мы также можем увидеть, где у нас, собственно говоря, они ухудшились, но при этом оборачиваемость у нас стала лучше, да, и где они ухудшились с ухудшением оборачиваемости. Вот, мы выберем группу, вот меня интересует пиво, оно падает по наценке, при этом без изменений продаж, то есть мы, скорее всего, снижаем наценку, но в продажах не растем, выбираем пиво, и уже картинка у нас, видите, становится совсем веселой, то есть у нас абсолютно разнонаправленное движение по всем показателям присутствует, и здесь уже можно более детально разбираться, что же там происходит. Ну и давайте посмотрим, что в целом по компании, пиво разливное у нас падает, да, поэтому отечественное мы теряем наценку. Давайте посмотрим отечественное. Вот, и мы с вами дошли до уровня товарного классификатора, до уровня номенклатуры, и уже конкретно по номенклатуре, да, по отечественному пиву мы видим картинку, вот все отечественное пиво, по сути, да, вот оно сортировано по объему продаж, я могу сортировать по наценке, и мы видим, что у нас, собственно говоря, большую наценку приносит позиции далеко, не больше по продажам, да, и вернемся. Вот, и меня интересует, почему у меня падает пиво толстяк, и где оно, в каком магазине у меня, что с ним происходит, для этого я просто выбираю данную номенклатуру, и вижу картинку по номенклатуре в целом по компании. Я вижу, что в топовых магазинах у меня идет рост со снижением наценки, да, и растем в наценке, а вот в этих магазинах у меня есть как снижение наценки, так и потери. В рублях я теряю, да, я расту в наценке, теряю в продажах, теряю в рублях, то есть у нас пришло разнонаправленное абсолютно движение по магазинам, это уже повод разобраться, как с точки зрения присутствия товара в магазинах, да, вот мы видим 35% автосток этой позиции на восьмом магазине, то есть практически треть времени товар отсутствовал, да, и здесь вот тоже в топ 6-7 товар входит, магазины входят, а 25% времени товара не было. То есть мы можем сразу же, собственно говоря, не дожидаясь каких-то таких больших процентов, по итогам там 10-12 дней принимать меры и, собственно говоря, вовремя реагировать по этим позициям. Ну и верхняя диаграмма, как я и говорил, показывает динамику продаж в этой позиции в целом по компании, да, и мы видим, что в предыдущем году мы активно-активно растем, в предыдущем, да, здесь в предыдущем году мы на сравнении. Вот. Чтобы понять, собственно говоря, сами проценты, что, насколько мы растем или падаем, давайте мы где-нибудь посмотрим на разнонаправленный тренд. Вот падение процента наценки, но идет рост продаж и рост наценки, я просто выбираю нужный склад, и мне картинка показывает, система показывает уже сами показатели, да, я вижу текущие показатели по данному складу, по этой позиции, я вижу показатели предыдущего месяца, да, на сколько процентов я вырос или упал по каждому из показателей, ну и, соответственно, абсолютное изменение показателя точно так же видно. Вот. Первый сценарий анализа, который мы, собственно говоря, с вами смогли посмотреть для того, чтобы дойти до конкретной номенклатуры и попробовать с ней разобраться, что с ней происходит. Следующим шагом я сниму фильтр с номенклатуры, у меня снова выбраны алкогольные напитки пива, пиво отечественное, я вижу все СКЮ, которые представлены, и вот у нас есть диаграмма, которая, собственно говоря, показывает структуру продаж топ-15 вот этого измерения, в данный момент просто номенклатура, поэтому топ-15 по номенклатуре, и мы видим, что пиво толстяк составляет 9,6% в объеме продаж компании в целом, да, склад 132 мы уберем, склад 132, смотрим по компании в целом, для этого со склада переключаемся в измерение компании в целом. Вот. Теперь мы по компании в целом видим структуру продаж отечественного пива. Мы видим, что 15 позиций нам приносит с вами 46, ну, 44, да, на самом деле, на 45% всех продаж по этой группе, потому что вот у нас выведено топ-15, вот только по каждому из этих 15 товаров, а все остальные объединены вот в одну группу, остальные товары. Их доля составляет 54%, то есть управляя 15 товарами, мы фактически можем себе обеспечить половину доходности или половину продаж по компании в целом в этой группе. Я говорю, что у нас есть еще дополнительные показатели, вот меня интересует наценка, какая структура продаж у нас по наценке, и мы видим, что если мы так только переключились на наценку, то у нас картинка тут же поменялась. У нас с вами толстяк, в этом случае, составляет 35% всей наценки приносит по компании в целом. При этом мы помним, что в одних двух магазинах порядка 30% времени ты пиво отсутствовало. Да, и если мы посмотрим по остаткам все то же самое, то мы видим, что на остатках-то, ну, на самом деле топ-15 товаров далеко не из нашего списка, то есть у нас лидирует Балтика Кулер, при этом она в топ-15 наценке даже не знаю, куда входит. А, ну да, в тройку, в одном. Вот. Точно так же мы можем посмотреть количество чеков. То есть посмотреть, какой товар нам приносит... А, количество чеков по магазинам, да. Это в анализе чеков такое возможно. То есть какой товар нам приносит наибольший объем продаж, объем чеков. Вот. Этот сценарий мы с вами прошли. Дальше. Особенность измерения классификаторов товаров. Сегодня мы будем о нем говорить. В том, что вот если у нас в таблице выведен классификатор товаров, то сюда появляется стрелка вверх, которая позволяет нам подниматься на один уровень выше в этом иерархическом справочнике. Вот я поднялся на уровень подкатегории и вижу долю структуры продаж по этим подкатегориям. Вот я поднимаюсь еще выше на уровень категории и вижу структуру продаж по этим категориям. Да, и вот 46% пива нам приносит в продажах. И могу подняться еще выше, чтобы в целом по компании увидеть, собственно говоря, структуру наших с нами продаж. Вот мы видим, что 16% нам приносит весна гастрономия, 12% кондитерка и т.д. Соответственно, достаточно быстро и легко можно увидеть картину как по компании в целом. Давайте запомним, что весна гастрономия 16% нам приносит. Да, и дальше переключимся, допустим, в режим операционного директора и посмотрим по конкретному операционному директору, собственно говоря, какая структура продаж выглядит у него. Ну вот видим, что у одного из операционных доля в весной гастрономии несколько выше. Да, либо мы можем тоже сам посмотреть в разрезе форматов магазина. Вот. И точно также оценить, какая структура у нас в том или ином формате. Если у вас используется пластерное ценообразование, то это могут быть кластера. Если есть еще группа складов, объединенных территориальным признакам, какие-то дополнительные, города, районы, то это может быть еще и группа складов. Вот. Осмотрели мы с вами этот сценарий. Снова переключаюсь в склады. Левую таблицу переключил склады. И теперь у нас с вами следующий сценарий анализа, когда мы хотим посмотреть структуру продаж вообще по магазину, то есть по одному магазину. Посмотреть, как же мы продаем. Я выбираю 15-й склад. Да, и мы видим, что теперь у нас весь классификатор товаров, вот он расшился. И мы видим, что, допустим, у нас консервированные каши падают, товары отлично спадают, при этом по всем остальным товарам у нас идет активный категория, идет активный рост. То есть это вопрос о том, что, наверное, имеет смысл задуматься. Если мы переключимся к производителям, то мы точно такую же картинку ведь получаем по производителям товара. Полностью аналогичная картинка у нас выстраивается. Но если мы смотрим по категорийным менеджерам, более огрубленно, то вот мы видим КМ-4, который, собственно говоря, поседает по наценке в предыдущем месяце. Вот. Еще один сценарий, который, собственно говоря, нам позволяет достаточно быстро разобраться со структурой продаж магазина, либо структурой наценки магазина. Вот я переключился в показатель наценки, я вижу, кто из каких КМ-ов сколько наценки мне приносит. Вот КМ-4 и КМ-2, собственно говоря, у меня из структуры вываливается. Давайте посмотрим, как оно выглядит по компании в целом. Разрез по КМ-ам, и мы получим точно такую же картинку. Видим, что КМ-4 на самом деле имеет долю 20%, но в конкретном 15-м магазине у него, его долька, письма весьма мало. Ну, меня заинтересовало, давайте посмотрим, что это такое. Я выбираю прямо на графике КМ-4 и просто хочу посмотреть на уровне групп, что входит в его обязанности. Ну, не знаю, астрономия, заморозка, опять же, ключевые группы в 15-м магазине у нас получается достаточно узко представлены, либо пользуются спросом. По вкладке магазины все. Мы с вами прошли, посмотрели структуру, мы с вами посмотрели анализ, как разноправленные тренды в предыдущем месяце по всем магазинам, по наиболее критичным для нас показателям, посмотрели, насколько могут меняться эти тренды по одному КМ, по одной товарной группе, по одной номенклатуре, да, ну и, собственно говоря, посмотрели структуру продаж. В принципе, для этой формы мы с вами разобрали все показатели, да, и разобрались еще с тем, что у нас есть возможность сортировать все показатели, которые находятся в табличке. Спасибо за внимание.